Смир камцами. Карандашом для бровей. Кто ты такое задаешь? А, и паприкой накрасил губы. Трасить или краситься? Я ошеломлен. Здрасте, накрасьте. Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. И для того, чтобы досмотреть видео до конца, обязательно подпишитесь на наш канал. Я сегодня не одна, я сегодня с несравненным, с эмейзинг Овешко Машуковский. Машуковский в наличии, и со мной стоит рядом просто богема макияжа, повелительница кистей и помад, и всего, что связано с мейкапом, Анна Кравченко. Итак, что мы сегодня будем с тобой делать? Мы сегодня будем с тобой делать макияж, но не просто макияж, это будет любимых 4 продукта и любимых 4 кисточки. Больше использовать нельзя, понятно? Да, все понятно. Понятно. И также у нас будут непростые с тобой модели, это будут блогеры. Это слово, которое я до конца не понимаю, вайнерши. Люди, которые смешают весь мир, Рената и Майя. Девчонки, идите к нам. Кам-цумир, кам-цумир. Кам-цумир, кам-цумир. Вообще, мне сегодня можно, если честно, не говорить. Какие ты будешь использовать 4 продукта? Так, в общем, начну я с глаз. Глазки у нас будут яркие, ну, я это люблю, ты знаешь. Для начала я возьму гелевый коричневый карандаш и прорисую слизистую. А, назови 4 продукта и 4 кисточки, которые ты будешь брать. У тебя там миллион кистей. Я, чтобы быть самым хитрым, взял просто палетку. Один продукт. Потом я взял 4 кисточки. Это у нас 3 пушистые. А, нет, 2 пушистые и 1 плоская. И 1 для бровей, но я думаю, брови тут у нас максимально хорошие. Поэтому брови делать не будем. В общем, дальше я буду использовать карандаш от Elan L01. Мне он безумно нравится и можно классный муд им сделать. Тушь для ресниц и ресницы. Основной мой продукт будет карандаш для губ Elan L09. Я им буду делать и глаза, и губы. Дальше у меня будет тоже я хитрая, как и тенниса, конечно же. Поэтому я взяла большую палитру теней, из которых я выберу те цвета, которые мне нужны. И также у меня будет палитра помад, которую я буду использовать и как тени, и как помады. Вот, в принципе, мои 3 продукта. И четвертый мой продукт. Это гелевая подводка. Просто Inglot 77. Поэтому у нас будут яркие глаза и красивые губы. Хорошо, ты нам затарилась раньше. Я могу всех детей Африки накрасть. Расскажи, как ты начал быть визажистом? Быстро, в трех словах. Мы пили дома, у меня сидели. И подруга хотела быть красивой. Я взяла ее красную помаду, потом у нее ее забрал и накрасил ей губы. А, и брови, но брови получились ужасно. У меня будет Blackwood единичка, Blackwood пятерка для всего, для сухих кремовых. Дальше у меня будет единичка из Elan Face и двойка Face. Вот мои 4 кисточки основные, которые я буду использовать. Перебила тебе. У меня дома только палец есть. Расскажи про твой первый макияж за деньги. Сколько стоил? Первый макияж стоил 1000 гривен. Ого, слышишь ты? Причем я обучился изначально самостоятельно и сразу пошел работать на телеканал СТБ. Там я работал визажистом на разных шоу. И первый макияж за деньги, я работал там фрилансером, так как когда туда устраиваешься, тебе это невыгодно. И когда ты работаешь фрилансером, то ты получаешь ставку за день. И ставка была 1000 гривен. А, 1000 гривен за день, все понятно. То есть у тебя там был конвейер жесткий. То есть у тебя это не за макияж, это за 586 людей. Да, да, да. Про твой самый скандальный клиент. Был такое, что ты ему сказал, гори в аду? Мне кажется, самый скандальный клиент, который у меня есть, это каждый день, когда я снимаю видеоролики, это я сам. Потому что я с собой скандалю столько, сколько ни с кем не скандалю. А вообще на самом деле не было таких клиентов. Я даже пытаюсь вспомнить, реально не было. То есть со всеми я как-то умел находить компромисс. Общий язык, да? Как ты дошел до... Сколько у тебя подписчиков? 300 тысяч, да? 310. 310 тысяч выставок. Сегодня будет. Как ты до этого дошел? Как я до этого дошел? Просто начал выставлять качественный контент и понял, что... Что, в принципе, нужно сейчас нашему миру? Нужно бесплатно, чтобы поучительно было и чтобы весело. Потому что никто не хочет учиться макияжу просто так вот... За день. За нудными фразами и просто монотонным голосом. И тем более за день. Поэтому у меня появился свисток в арсенале. Мейкапнутый. Сегодня свисток амбре. Наш кончик. И тому подобное. Все мои фразочки, которые любят очень много людей... Глиттер. 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 Глиттерок. Тори, забыли. Глиттер это блеск, блеск. Глиттер. Филипп. Глиттерок. Вот, собственно, вот так. Ты мне скажи, я видела чисто случайно видео с кастинга модель, по-моему, да? Топ-модель по-украински? Топ-модель по-украински, да. Ты такой слоткий был. Ну, слушай, я бы молод, мне нужны были деньги. То есть ты готов? Значит, Диевия жизнь непростая, Анечка. Так вот, про мои каперы. Ну, я смотрела выпуск с тобой. Ну, я относился, на самом деле, когда я уже пришел в первый выпуск, мне сказали, ну, вы хороший актер, правильно? Я говорю, ну, да. Вот, ну, круто, вот, класс. И начали сразу задавать разные там провокационные вопросы, как бы, я уже понял, что к чему идёт, да, они хотят игру, я устрою им игру. Потому что, вот, допустим, в сериале я был такой няша-няша, а в этом шоу я был такой ядреный бич, такая, именно, знаешь, такая. Свеклой, бич, свеклой, красящей брови, да? Да, 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 не свеклой, куркума. Куркума, куркума. Куркума и паприка. Паприкой я красил губы, хотя сначала глаза, потом подумал, что модель, мне кажется, не переживет, если паприкой буду ей глаза красить. В итоге накрасил ей клубникой, по-моему, а, нет, активированным углем сделал смоки, куркумой сделал дрейпинг. Дрейпинг? Да, и чем еще? А, и паприкой накрасил губы, но губами пухлее потом стали. Ой, это, кстати, очень прикольная тема. Давайте напишем в комментариях, чем бы вы хотели, чтобы мы сделали макияж в следующем выпуске. И самые интересные инструменты, либо самые интересные способы мы обязательно сделаем. Так, что я сделала? Я изначально простроила форму карандашом для губ L09. Дальше нанесла на внутренний угол светлые тени. После прорисовала стрелку подводкой и оттушевала помадой. Кстати, это вот одна из моих фишек, да, оттушевать помадами. Очень круто получается. И закрепила тенями. Уже, в принципе, видно, начинает вырисовываться глаз. Такой плотный цвет. Ого! Уже почти завершаю макияж. Ты уже почти завершаешь макияж, и я тут болтаю. А я быстренько. То есть, самое важное... Ты вообще все делаешь быстренько? Расскажем. Ну, не прям все. Зависит от того, насколько я устал. Но вообще, да. То есть, у меня я макияж могу, в принципе, сделать за минут 15 полный. Там, не знаю, даже смоки с ресницами совсем наклеенным. Когда ты медийный, да, когда ты узнаваемый, очень тяжело выходить в народ, потому что... В народ! Я прямо сказал, как будто бы я казак какой-то. В общем, очень тяжело выходить в народ, потому что... И народ, и в народ. Потому что ты никогда не знаешь, что от тебя хотят. Либо хотят тебя поцеловать, либо пиздюли. Ну, всыпить. Ой, это YouTube. Там нельзя материть. Либо хотят тебя поцеловать, либо люлей. Главный лайфхак. Если вы хотите, чтобы у вас были просто максимальные реснички, то используйте тушь от Elan. Ой, и это даже не проплачет. И это даже не проплачет. Это все по дружбе. Так, ты мне на карту стоишь? На то, на то, на что обычно, да? Да, да, да. Самый главный лайфхак, если вы хотите, допустим, сделать какой-то яркий макияж, да, и если это такой макияж, как делаю я, используйте коричневый каял. И когда вы уже его нанесли, то рекомендую его использовать сразу как подложку. То есть подтушевать нижнюю слизистую, и тогда будет хорошая прям глубина. Потому что много кто использует черный каял. Расскажи мне свой самый любимый лайфхак. Можно я хоть раз задам? Мой самый любимый лайфхак, самый-самый, это два. Это коррекция носа и моделирование губ. Вот губы я делаю карандашом для бровей. Наверное, этот лайфхак уже... Я такой стою. Да. Я, кстати, этот лайфхак у тебя остырю. Вот, реально. Потому что реально очень классный карандаш вы создали. Он очень универсальный. Это прям офигенчик. Удобно-удобно. Такая кукла. У нас сегодня семья карандашьян. Так, ну что, ты там закончил уже? Я, да. У меня все вверх. Сейчас, последний штрих. Пока девчонки сейчас сделают на переднюю камеру маленький видосик, и как раз тебя сразу увидят. И нам очень интересно их первая реакция. А вы пишите, какой макияж вам понравился больше обязательно. Я уже даже открыла. Давай, давай, давайте. Оп. Раз, два, три. Капец, реснин. Кто это? Малышка. Мне кажется, у меня такие длинные... У меня страшно. Страшно красиво. Ты такая красивая. Я какая красота. Смотрите, кто меня сегодня сделал. Я вас люблю, потому что вы досмотрели это видео до конца. Обязательно пишите в комментарии, чей макияж вам понравился больше. Отмечайте. Отмечайте нас в сториз. Отмечайте нас в инстаграм. Всем пока. Орешка. Чмоки-чмоки. Пока. Пойдем танцевать. Реклама зубной пасты. Ла-ка-лут. Я что могу сказать? Максимально. Ага, это видео. Визаж или грим? Визаж. Матовый финиш или влажный? Матовый. Актер или блогер? Блогер. Фастфуд или правильное питание? Что ты такое забьешь? Фастфуд. Кань или Ким? Вот снова. Попробуй. Пусть будет Ким. Ким. Курсы или самообучение? Мне кажется, одно без другого никак. Нет, одно надо выбрать. Курсы. Курсы. Предсказания или неведения? Неведения. То есть ты сам себе не раскладываешь? Нет, нет, нет. Абсолютно. Работа или личная жизнь? Блин. Личная жизнь. Личная жизнь. Инстаграм или Тик-Ток? Инстаграм. Ты знаешь, что такое Тик-Ток? Да, у меня там уже почти 200 тысяч. О, да ладно? Ну да. Я пару месяцев назад зарегался. Круто. Трасить или краситься? Красить. И утанцевали. О-о-о. И утанцевали. О-о-о. О-о-о.